7 принципов успешного MLM приглашения. Как приглашать в MLM бизнес? Принципы родились из многолетней практики приглашения в MLM бизнес именно в реальности. И давайте рассмотрим, что же это за принципы, которые сделают ваши приглашения более действенными, больше людей будет приходить на ваши встречи и больше людей будет соглашаться и становиться вашими партнерами. Первый принцип. Запланируйте время, когда и где вы готовы встретиться и обсудить MLM предложение с кандидатом. Следует начинать именно с планирования места, даты и времени встречи. Не стоит начинать с того, что думать, кого я приглашу на встречу. Очень частая ошибка новичков, которую совершал и я в самом начале, это брал контактный телефон, звонил человеку, не зная, когда и где у меня состоится встреча. Я думал так, ну хорошо, я позвоню ему, приглашу, если он согласится, тогда мы с ним решим, где и когда будем встречаться. Это проигрышный вариант. Почему? Потому что человек начинает чувствовать, что у меня не запланировано время и место встречи, что я несерьезно подхожу к этому бизнес-предложению. И это какой-то несерьезный разговор. То есть я подхожу, но если человек согласится, тогда я обсужу с ним и назначу с ним встречу. Если не согласится, ну тогда не буду назначать. Это чувствует кандидат, тот человек, которого мы приглашаем. И результативность приглашения падает в этом случае. Следующий принцип. Позитивный и бодрый настрой перед приглашением. Прежде чем приглашать, проконтролируйте, протестируйте, просканируйте свое внутреннее состояние. В каком вы настроении? Представьте себе такую ситуацию. Вы приходите с работы, вас высосали, вымотали, вы уставший и просто никакой. И начинайте звонить и приглашать сонным, мутным, вялым голосом человека. Вот эта сонность, мутность и вялость будет, естественно, передаваться вашему собеседнику. Спящая красавица не придет к вам на бизнес-встречу. Проконтролируйте, чтобы ваш голос был бодрым, улыбнитесь, вспомните хороший фильм, хорошую ситуацию, успешную сделку, возможно, что-то радостное из вашей жизни. Встаньте перед зеркалом, улыбнитесь, создайте этот внутренний настрой, это внутреннее сияние, которое будет заряжать человека во время разговора, которого вы будете приглашать. В таком случае человек захочет к вам прийти, он захочет в следующий раз с вами пообщаться. Очень важно, контролируйте свое внутреннее состояние. Следующий шаг номер три, приглашаю вам на ламбизнес, оставьте дверь открытой. Или будьте вежливыми и оставляйте после себя хорошее впечатление. Возможно, так оно и будет, не все люди будут соглашаться на встречу с вами. И очень часто, как это бывает, мы не знаем реальных причин, почему нам люди отказали. Может быть, это какая-то серьезная причина, которой человек не хотел с нами делиться, почему он не может прийти. И если мы начнем его уговаривать, давить на него или говорить, ну ты пожалеешь, да ты не знаешь, что это такое, да это просто классно. То есть мы будем создавать негативную ситуацию и будем закрывать дверь. Мы не даем себе шанс в следующий раз пригласить его на другую встречу, которая состоится у нас. Следует поступать по-другому. Если человек по каким-то причинам отказывается, даже если он их не называет, лучше сказать, назвать его по имени и сказать, хорошо, решай свои проблемы, отдыхай, созвонимся в следующий раз и договоримся о встрече в следующий раз. И все. И на этом закончить разговор. Это будет гораздо лучше. В этом случае ваша репутация будет повышаться и приглашения будут состояться, ваши встречи будут тоже результативными и количество партнеров тоже будет увеличиваться. Оставляйте дверь открытой. Четвертый принцип. Не затягивайте приглашения. Максимальное время на приглашение 5 минут. Больше нельзя. Меньше можно. Почему это важно? Ваш внутренний радостный позитивный настрой не может сохраняться очень долго. И чем дольше время приглашения, тем быстрее будет испаряться ваш позитив и ваша радость. Это во-первых. Во-вторых, чем дольше ваш телефонный разговор, тем больше он будет похож на то, как будто вы грузите и уговариваете человека. Это не должно. Приглашение не должно выглядеть как какой-то груз тяжелый. Оно должно быть легким, быстрым и эффективным. Люди не любят, когда их грузят и нагружают ненужной им информацией. Если вы любите поболтать, тогда позвоните и просто поболтайте. Не смешивайте приглашения и просто дружеский разговор воедино. Если вы приглашаете, не более 5 минут. Как только время начинает приближаться к 5 минутам, засекайте, смотрите на часы, скажите «Хорошо, у меня дела, я побежал, мне сейчас некогда». Созвонимся в другой раз и поговорим. Лучше вот так корректно прервать разговор и в следующий раз пригласить человека. Идем далее. Минимум информации в приглашении. Очень важный шаг. Не стоит рассказывать по телефону маркетинг-план, устраивать презентацию продукции или презентацию компании. Если вы хотите устроить телеконференцию, тогда устраивайте телеконференцию. Если вы рассказываете весь маркетинг-план и всю информацию о компании по телефону, и потом хотите пригласить человека, не стоит этого делать, потому что вы уже всё рассказали по телефону. Зачем встречаться? Поэтому минимум информации. Идем дальше. Будьте хозяином разговора. Во время приглашения задавайте вопросы. Введите вопросами человека и подводите к желаемому результату. Кто задаёт вопросы, тот хозяин положения. Если человек начинает вам задавать вопросы, короткий ответ и ответный вопрос, идущий от вас, который направляет беседу в нужное вам русло. Всегда контролируйте, кто задаёт вопросы и задавайте их сами. Седьмой шаг. Максимальное время от приглашения до вашей реальной встречи не должно превышать 48 часов. То есть двух суток. Почему это так важно? В наш стремительный многоинформационный век на человека каждый день обрушивается уйма информации, которая выметает предыдущую информацию или заваливает её своей массой. И если вы более двух суток сделаете промежуток от приглашения до встречи, то велика вероятность, что человек просто-напросто забудет. Даже если он записал, даже если он пунктуальный, он может просто-напросто забыть о том, что вы договаривались о встрече. Максимум двое суток. Идеальный вариант. Завтра. Итак, мы разобрали семь шагов для приглашения в MLM-бизнес. Если вы их будете придерживаться, я гарантирую вам, что эффективность ваших MLM-приглашений возрастёт, количество приглашённых на встречах будет больше, и, соответственно, количество ваших партнёров будет увеличиваться. Используйте эти семь принципов, растите свои MLM-группы, становитесь богатыми и успешными. Продолжение следует...